Так, Сашем прислал Обсудить одну из теорий Короче, я посмотрел какую-то теорию Там какой-то мужик говорит О мощи советской армии Ни хрена я не понял С того, что он говорил Поэтому я не знаю Кто смотрел, кроме меня? А, у меня, я болел Ты болел, Виктор Я тоже в Диабл игрался Хорошо, значит Я не знаю, что сказать Сашем, ты уж извини, я посмотрел Я написал комментарий, я ничего не понял Какая там мощь, то он Хрена Так, посмеяться Снайпер, обсудить, посмеяться На работе Мне понравилось Типа В связи там с тем, что Менеджер умер, я подаю На его позицию Я уже подавал много раз, но мне каждый раз Говорили, что место занято На этот раз я знаю, что место не занято Потому что я был на похоронах менеджера И убедился, что он мертвый Жесть Да, я присылаю свое, типа, резюме и этот Его сертификат Ура Так Потом тут О, Зелебова надо поздравить Он себе бумер купил Желтый, прям как видео Присобачил видео Первое Я, короче, не смогу досмотреть это видео Что, жаба задушила? Нет, просто чуваки Ну, совсем неадекватно Кто там сказал Вот, рекомендую Топ Гир отдыхает Ну, я посмотрел, думаю Серьезно, Топ Гир отдыхает Думаю, ну круто, тень Включил Думаю, ну ладно Спокойно Спокойно И выключал Я не могу такое Простите меня Кто-то потом вставил Что это типа нас Мы здесь сидим Точно такой же хреновней Страдаем Не помню, кто это сказал Типа, мы такие же дилетанты В плане Того, что мы обсуждаем Я, правда, не совсем уверен Что мы обсуждаем В этом подкасте Да Поэтому это очень сложно Классифицировать Если мы дилетанты По этой теме У нас специализированный подкаст Мы обсуждаем Всякую херню Да Периодически троллем Да, и потом он еще Присобачил тоже видео Про то, как эти Америки Тестируют Камара Ну, не знаю Если Так Точилка NGadget По-моему, я пытался посмотреть Что там Сашем прислал А, русские роботы Сделали Андроида И он даже руки умеет сжимать Да, ну, блядь Недоразвитые Пидораты Ничего И вы не думайте Что я критикую Россию Потому что это Россия В Японии Уже сделали руку Которую вам подрочат Да А в России Все ее учат сжимать Вот где прогресс В Японии И она еще теплая Поэтому вы будете Точно уверены Что ваша палка Не обломится А тут какие-то Металлические шпалы Рука сожмет Больше чем надо Хует, орвется Эх Эх Не сделали правильно Нет Вам еще до японцев Драсти надо Я уверен Через год Они уже выйдут С куклы Которая поможет вам При передвижении По городу Как слепому Или немому Она будет с вами Везде ходить И она будет Такой же температура Чтобы было приятно Все Держаться за нее Да Так что Эх Поздно Поздно русские ученые Воплощают Но посмотрим Возможно не обгонят Еще кстати Не Они Они в принципе Неплохих этих Военных дронов делают По идее Но еще что меня больше Раздражает В этой статье Про российского робота Русского робота Вот ты знаешь Я не знаю Возможно это русская черта Возможно это даже ответ Заключается в наших Прошлых комментариях Комментариях Да Но почему сделали Мужчин Робота Кого не хватает Сейчас кого не хватает Мужчин А Ну нет Просто как бы Это на Как бы Покупателей Ориентироваться В Японии Что актуально Телки Робота телки Да Рукодрочилки В смысле пожималки В России Рабочая сила О Кстати да Слушай Ваня прав Мужики спелись Ну да Не хватает мужика в доме Купите нашего Слушай правда Зря я тогда про них так говорил Но если честно Конечно Телка была бы лучше По мне Но я думаю Что наверное В России Как раз Все телки На это посмотрят Они там наверное Больше вкалывают Скажут Так Мужик Пшу вон Я все же Заказал Нового с Амазона Или с Яндекс Стора И канал называется Так Ваня там Отваливай куда там Ой Ну вроде все Я не знаю Виктор Ты еще что-нибудь Хочешь добавить Нет Все Я просто Возможно Я что-то пропустил Да нет По комментариям Не судите меня Слишком Сильно Хочется Хочется Высказаться В позитивном отношении Но что-то я Не нашел Позитивного Не про этот Роботоагрегат Мужского пола Вот Зачем делать Роботоагрегат Мужского пола Если от мужика Достаточно Кошелек Совместить с вибратором И все Будет Самая лучшая Замена мужикам Это от женщин Тепло Ласку Внешний вид Еще что-то Наверное Так Ну ладно Мама опять пишет Что-то у нее Там надо опять К ней в компьютер Залезть Она окно Не может найти Какой-то Позже Так Ну что Поговорим О новостях У меня нет новостей Как день Новостей Еще не очень Чуть и не очень После рабочего дня По болезни Сном Начинают Накрывать Так Ладно Начнем Как обычно Пессимистичной Новости У нас В городе Закрываются Зеленые Работы Уже Уже Две Зеленые Компании По производству Типа Чистой Энергии Закрылись Оказывается Недостаточно Спроса На их Продукцию Походу Последняя Компания Которая Разводила Солнечные Панели Вот Начала Закрыла Свои Двери После того Если я не ошибаюсь Как Государство По-моему Сократило Субсидии На эти Солнечные Панели Я точно Не помню Но по-моему Из-за этого Очень интересно Видимо Все-таки Солнечные Панели Это неактуальная Тема По крайней мере Собирание В Канаде Интересно Если об этом Немножечко Подумать Я знаю Что большинство Людей Не живет В нашем Городе Но Я помню Пару лет Назад Когда Наш Мэр Города Вовсю Бегал Прыгал На тему Того Что Надо Создавать Работу Мы Привезем Тех Откроем Тут И вроде Как Начали Эти Фабрики Электронативной Энергии Ветряки Солнечные Батареи Появляться Я еще Тогда Подумал Надежда Что они Как бы Так Обоснуются И пусть Пусть В малых Оборотах Но они Производят Что-то делают Да Пусть наймут 20 рабочих Да хоть 10 Главное Чтобы Там Пилили Строгали Хоть Что-то Там Производили Конца Котцов 10 рабочих Мест Это все-таки 10 рабочих Мест Вот Но Когда я сейчас Уже Про вторую Компанию Читаю Мне как-то Становится Немножко Даже Грустно С одной С одной стороны Оправдывает Мое ожидание Целиком Но с другой С другой С другой С другой С другой Как-то Мне грустно Вот Я думаю Мораль Всей Басни Это Не надо Основывать Свой бизнес Или базировать Свой бизнес На субсидиях Государства Если рынка Нету Значит Рынка Нету Вот Хотя Конечно Всегда Можно Сорвать Бабло Хотя Не уверен Если Эти Компании Сорвали Бабло Я очень Сомневаюсь Вот Вот так Метариев нет Мысли нет Понял Да нет Что тут Добавить Но Если Компания Базируется На Одном Ну как Профиль Компании Единственная Какая-то Фишка Которая Казалось Никому Не нужна Потому Что Она Банально Проигрывает По цене Ну Окей Вылетели Да Да К сожалению А фишка В чем Я не знаю Если ты читаешь Канадские новости Фишка В чем Сейчас Государство Она Режет Эти Затраты Свои собственные Как бешеное Причем У нас же Недавно Закрыли Здесь Игровой Типа Центр Ну На деньги Где игра Вот Который Кстати Тоже Принадлежал Государству Частично По-моему Вот Они сейчас Работы Короче Рубят Направо И налево Причем Это все Очень смешно Выглядит На На Великой Сцене Канадского Центробанка Который Не так Давно Я не помню Я сейчас в новосях Говорил Может быть Даже и нет Скорее Нет А По-моему Говорил Который Значит Канадский Центробанк Вопит Что Блин В Канаде Экономика Типа Налаживается Поэтому Мы будем Поднимать Обратно Процентную Ставку По займу Вот В то же Самое Время Все это Еще веселее Это уже Куча Мала Уже Совсем Весело Выглядит На фоне Того Что Судя По Статистам Кенады Что там Кенады Статс Типа Статистика Канады Государственная Организация Сказала Что На данный момент Средняя задолженность Средняя задолженность Средней канадской семьи Является Наивысшей За последние Я не помню Там По-моему 10 лет Или что-то В этом роде Вот То есть Это выглядит Вообще Абсолютно Весело Государство Урезает Потом Значит С другой стороны Центробанк Нам говорит Что все хорошо Поэтому Мы будем Поднимать Ставки По Займам И Потом Нам еще Говорят Что мол Терял мысль Вот это Брейнфарт Что я говорил Первое Второе Третье Забыл про трейтер Виктор А Ну Центробанк Говорит Что все зашибись При этом Долги У каждой семьи Сейчас В общем Наимаксимальные За последние 10 лет Ага И Вывод Ты не успел Сказать Да И значит И в конце года Будут подниматься Проценты По задолженностям Имеется ввиду Во всех банках Это просто Центробанк Объявил Что это случится А И еще К тому же Цены на электричество Вырастут К концу года Да Ошибись И работа уходит Что тут Неожиданно Неожиданно Ты знаешь Вот это вот называется Я уважаю Американцев В этом плане Вот Я это С женой Обсуждал Типа Потому что Я очень сильно Переживаю За американский доллар Потому что Моя зарплата Зависит От Размена монеты Да Мне было бы Все равно Если бы я работал В Канаде Но поскольку Я работаю в Америке Я как бы Немного переживаю Вот И в последнее время Я слежу за курсом доллара Который начал идти вверх Причем Нездоровыми темпами Я знаю Что это скорее всего Временно Вот И мы по этому поводу С женой просто Пересрались Потому что Я говорю Дорогая моя Что ты прогнозируешь? Доллар пойдет вверх Или вниз? Она говорит Вниз Я говорю Почему он пойдет вниз? Он говорит Ну как Американцы Только что объявили Что ихний Центробанк Будет Или оставит Или еще Понизит Долговые Ставки По задолженности А что это значит? Что каждый Американец В своем банке Ему Скорее всего Понизит Ставку По По Заему То есть Он может пойти И допустим Уменьшить свою Оплату За купленный дом Вот То есть Это хорошо Плохо Для инвесторов Которые Вкладывают В Америку Потому что Это значит Что Им будет меньше денег Возвращаться С их инвестиций Следовательно Она Видимо Как там Правилом По английски Это будет Этот По английски Не помню И по русски Знаешь Там было Правило Физики Левой руки Нет Математики Правило Буравчика Да Вот Типа Значит Американский Доллар Будет уменьшаться А я Говорю А я думаю Что он пойдет Наверх Вот Я говорю Потому что Хорошо Ты права Инвесторам Не выгодно Вкладывать В Америку Я говорю А куда Они будут Вкладывать Давай посмотрим Япония Это не серьезно Я говорю Германия Это скорее всего Одна четвертая Все экономики Или даже По-моему Она посмотрела Одна пятая На самом деле Все экономики Америки Я говорю Европа Сейчас в какашке Вот То есть Я говорю Да Так вот Ну в общем Мы постарались На эту тему Но Пока что Я веду по очкам Потому что Доллар идет вверх Вот Но Че я завелся По поводу долларов Это потому что В то время Как американцы Опускают Канадцы Подымают Причем Какая-то Какая-то Создалась Какая-то Иллюзия Дилюзия Не знаю В Канаде Что Канадская Экономика Прочно Стоит Вот это Я не знаю Откуда пошло Вот Не вижу Вот Не вижу Кстати Я вчера Пытался Прочитать Статью Вот Это еще Так То что Здесь Называется В Канаде Unemployment Да То есть Когда у вас Нет работы Вам платят Бабки Если ты потерял Работу Да Иначе у тебя Будет Этот самый Вилфер Да Спасибо Вот В Канаде Оказывается Я не стал Разбираться Потому что Сейчас это Еще все Говнометание Идет В парламенте Вот Но По сути Что они Сейчас пытаются Сделать Это вообще Весело Они хотят Государство Хочет Людей Которые Не могут Долго Найти Работу И сидят На Unemployment Они хотят Урезать Нет Они хотят Переместить В те места Где работа Есть То есть Если у меня Unemployment И я живу В Торонто Говорят Езжай В Новую Альберту И пошли Там Потому что Есть работа Там Да Классно Слушай Я хочу Переехать А за проезд Тоже оплатят Скорее всего Они тебе все Оплатят Круто Проблем Отвертываются Проблема Не в этом Виктор Понимаешь Тебе может быть По барабану А допустим Вот Я Да У меня допустим Здесь семья Или у меня мама В Торонто Вот Я живу в Торонто И я по безработице И они мне говорят А ты хочешь Типа Без проблем Езжай там В Альберту Понимаешь Иногда это не вариант Но Я не хотел Я бы поехал Что ты знаешь Меня именно Держит Вот эта Именно трудность Что Чтобы сорваться Мне минимум Нужно сейчас Тысяч пять Ну знаешь как Собрать все шмотки Надо оплатить Перевоз Туда Вот этого Барахлад Надо При приезде Надо хотя бы Там Первый последний месяц Оплатить рента Опять же Тут же не дают Рентовать помесячно Поэтому мне нужно В сумме Ну хотя бы Три-четыре тысячи А так я с удовольствием Метнусь по Канаде Куда угодно Ну Я понимаю Но У тех кого семья Дело обстоит по другому Но не важно Все это говнометание Пока что происходит Там наверху И В принципе Обсуждать нечего Потому что Я не знаю Это прокатит Когда прокатит Тогда может быть Так они даже еще Нет Не пустили на Голосование Нет Они там Орут сейчас Друг на друга Вовсю Консерваторы Пытаются В одном Орут Демократы Либералы Там что-то еще Но это не серьезно Пока это все У них Знаешь Много эмоций И Они там Друг друга Гасят Ну пусть Посмотрим Что из этого Выберется Выйдет Вот Ну как бы Да Поэтому И вот и получается Смотришь на все это На все это дело В Канаде И И думаешь Каким образом В Канаде Экономика Как они говорят Прочная И стабильная Отец так хотел Чтобы сын Стал физиком Что бил его Не ремнем А током Стал электриком Экономика Здесь Я бы не сказал Что стабильна И самый прикол Я По соседке знаю Она раньше Ну как Она по-моему На пенсии Насколько я Представляю себе По возрасту А может быть Еще не на Во сколько здесь Женщина уходит На пенсию 60 Нет 55 Значит она на пенсии Но видимо Это такой минимум Что она подрабатывает Она ходит Этим клинингом Занимается Вот И я ее как-то спросил Говорю Как у тебя тут С клиентами Говорит Раньше вот было Там типа Несколько постоянных И еще так вот Эпизодически А сейчас Говорит Экономика Как бы Закатывается Вниз И поэтому Даже там типа Из постоянных Остался один И то как-то Не очень А с остальными Тоже не очень Как-то даже Вот в таком Плане Да И Я не знаю Я конечно знаю Что Виндзор Это не показатель Но Виндзор Это фактически Такая Довольно-таки Нижняя точка Да Хуже чем Виндзоре Тут уже Почти нигде Нету Да И просто То есть Как бы Чтобы не испугать Российских слушателей Не то что у нас здесь Сегодня колбаса 5 долларов Завтра на 25 Не-не-не Такого здесь нет Вот То есть у нас Плохо Но не настолько плохо Но просто вот это вот Когда Какой-то маразм В государстве То есть С одной стороны Все Идут разговоры Чтобы перемещать людей Потому что им баблом платить Этот Unemployment С другой стороны Центробанк Ну не знаю С той же стороны Работы государственные Косят Все урезают Спансируют Все Все И тут Центробанк Так хорошо живем Сейчас мы поднимем Ставки Я хочу на это посмотреть Если эти Пердоебы Все-таки Сделают это Я надеюсь Что они очухаются К концу года И пойму Что если они это сделают Это будет пиздец Но если они не очухаются И это сделают Ооо 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 Я буду прыгать От радости Ооо Пиздец будет Конечно Для людей Которые нас слушают В России Конечно не будет Такой пиздец Как в России Не подумайте Если что У нас все будет Как в России Да У нас будет Нормально Но просто По канадским Стандартам По канадским Стандартам еще 20-летней давности мы живем хуёво очень поэтому поэтому да раньше можно было на газон кошения зарабатывать да и очень хорошо и сейчас можно просто просто косильщиков сейчас для меня показать еще было много лет назад так когда все это стало понемногу закрываться я там стройду с механиком с одним там встретился он говорит вот я там наши служить проработал на заводе и хорошо жил у меня семья хорошо жила у меня все сейчас я заработаю мне там платили сколько 25 30 долларов в час сейчас я типа вот мил все работы нету я сейчас механиком 12 долларов часом это что это за жизнь типа знаешь всю свою жизнь как бы семья и все остальное сейчас я пашу чтоб только значит прокормить семью слава богу не там дети выросли все будет более или менее нормально но просто как показатель о поэтому ладно конечно это ерунда все пройдет они пройдет они пройдет не паранойте люди ко всему адаптируются у нас сейчас просто такой переходный период вот пиздец когда-то же мы жили тем что пахали землю сели пшеницу выращивали животных в лесу отстреливали всяких кабанов так что да да с этим проблем не будет уж если мы в таких условиях выживали то сейчас экономика упала не проблема дайте только разрешение ловить гусей здесь они жирные сочные кстати от голода в канаде не сдохли если чего прокинемся этими местными а им можно ловить гусей здесь как бы просто блин башни сносят от того чего в новостях проскакивает вот и все вот тут голода здесь точно посмотрите на меня серьезно на самом деле вот есть так вдуматься да если так вот вдуматься серьезно допустим вот я да вот экономики пиздец моя работа больше нету фабрики стоят все хуёв да работаешь есть на фермах работа есть и на фабриках работа есть вот у вас там на фабриках есть у нас вот поэтому как бы фермы есть есть ферм никто не хочет на них работать и в той же самой альберте работа есть все есть поэтому действительно виктор сказал да взял ружье взял там это и пошел пахать ловить стрелять это уже это уже каши из разряда апокалипсис но есть уж об этом говорить то как бы что там пришло то и каишник остановил google maps машину уже сделай бит ли линк мы забросим в коммент а тот делал не по месяца ну сделаю я уже закрыл у тебя же ссылка есть как сделать а вот шорт спасибо так следующая статейка которая откопал меня меня на тоже немного повесили совсем чуть-чуть походу маруся 2 маруся 2 если кто не помнит это российский супермобиль была маруся 1 теперь есть маруся 2 который уже судя по всему по статье по крайней мере уже распродана по-моему их не так много там собирались собирать сколько их 500 автомобилей все уже раскупили вот причем я очень рад я правда не совсем понимаю в чем прикол с марусей потому что собрана все равно наверное скорей еще из-за импортных запчастей вообще не понимаю почему это русский кармобиль называется но неважно чего там пишите можно я ньюти посижу посиди так ты иди звони пусть сидит у мьюти сейчас где он там сейчас у нас кто-то там кричавши извиняюсь пытаемся соединить чего нет там технические накладки так так вот про русский мобиль чем я больше повеселил это то что по ходу они перенесли сборку из москвы в финляндию валмит 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 да валмит вот в общем у них по ходу раньше собиралась в россии маруся а теперь ее перенесли в финляндию примерно там где собирается такая машина называется фискер карма вот а еще porsche боксер боксер и кайман кайман кулку на хрен знает вот так вот так вот как красиво и здорово да российская супер тачка в принципе в принципе в принципе я я я в принципе догадываешься наверно это адекватный ход вот вот я я подозреваю что это адекватный ход я не знаю мы не будем называть кто у нас в оффлайне сидит ну он вот но я не знаю виктор ты хочешь что-нибудь добавить по поводу сбора российского суперкара все-таки в финляндии ну ура пускай хе-хе ну я не знаю видимо там качественнее собирают да ладно в россии самый лучший качество ты шо женя а как немного немного косят от этого че там как как наши физики сообразят я знаю меня это убивает все-таки американцы да не штупы ни хрена не могут вот я знаю 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 что они тупые ну по крайней мере они сами собственные машины собирают те же странные корветы вот эти вот два ниггера каких-то из каких-то гетто да собирают вот эти вот суперкары корветы да собирают вот вот как как не стебно но эти вот два ниггера вот да сидят на фабрике и делают этот делают двигатель для супермобиля корвет и немного парадоксально да физики у них хуевые зато ниггеры на ура собирают мощный двигатель для суперкаров да парадокс честное слово я знаю что это не феррари но собирают же а и продают продают зато у нас с теорией лучше а как только руки дойдут так вообще догоним и перегоним а почему еще не перегнали потому что все помню не уверен не обгоняет я просто все понимаю ну я я меня доходит одна единственная фишка это ну не надо вот не надо чего чего бегут впереди паровозы ну не знаю собирите свое и будите счастливы вот разводите там свою местную пропаганду в на taylor мою чло ну да знаешь ваня прав да он там рассказывал про американцев это правильно вот сидите в своей россии там вот мы разводите местную пропаганду россии лучше всех в россии лучше всего в россии да в россии в россии в россии пусть там может быть не так будет клево да собственно и пусть там половинаchemical тупые как в америке По крайней мере, они там все думают, что живут в самой лучшей и самой свободной стране в мире. Слышу, кто заходит в шкафу, открываю, а там платье из моды выходит. Потому что на самом деле, если поговорить с более образованными американцами, они тебе скажут, где это свобода. Но, по крайней мере, все остальные этим гордятся. Так мораль, мораль. Мне интересно, расскажите, товарищ, кто в России живет, как там дела с флагами? То есть, можно, как часто вы вывешиваете флаг из своего окна российского? Я это здесь заметил, да. Когда сюда переехал, я очень сильно обратил на это внимание. Меня поразило, что практически на любом доме как минимум один флаг болтается. Да, потому что... Это как минимум, а то бывает 5-6 флагов на одной девятиэтажке запросто. В России же несанкционированная любовь, это что? Не дай бог ты Россию полюбишь, и тебе при этом не сказали, чтобы ее... Из команды полюбил Россию. У нас в России все по команде. Если любовь, то только по команде. Ну, как бы, да. В Америке еще хуже, чем в Канаде, с этим планом. Там все флагами завешено. А, да, кстати. Виктор, если тебя немного удивляет Канада, то в Америке совсем плохо. Я бы чисто охренел, да? Да, там, конечно. А что у тебя на доме флага нет? Это что, не патриот, что ли? Да, да, мне дома... Фу, блин, дома. Рома рассказывал. Это после того, как башни две близнецов снесли. И даже не снесли, упали. Снесли. Демолижен. Ну, фактически, если так посмотреть на вещи. С другой стороны. Не санкционированно снесли. Вот, да. А, его семья там выделила с мудростью, не повесила флаг. Повесила бы арабский. Ну, там, американский, американский флаг. Ну, конечно, голову им не оторвали, но смотрели на них криво. Вот, ну, это Америка. К вам никто ломится домой, отрезать вам яйца не будет, но... А вот закидать этими самыми яйца не могут. Ну, посмотрят так кривовато, что, мол, ты не патриот. Ну, наверное, в худшем случае это... Друще на машину сарабон. Дерево перед домом закидают туалетной бумагой. Да. Кстати, что в этом страшного? Сколько раз в фильмах видел, люди этого боятся. А ты когда-нибудь пробовал это дело очищать потом? А это надо очищать? Ну, снимать эту туалетную бумагу с дерева. А, пускай болтается. Чисто по-российски. А если что, пригодится. Я думаю, тут с моей женой ездили, короче. Опа-опа, теперь с женой. Угадайте, кто у нас в гостях. Да, она у меня из девушки в жену периодически, а потом обратно перетекает. Потому что по американским законам она моя девушка, но по канадским она фактически моя жена. Так, common loss pass или как там правильно. Ну да, потому что фактически, если мы сейчас разойдемся, то она меня может спокойно... Она тебя полмашины отберет. Да, она меня может спокойно полмашины отпилить. Пол еще чего-то. Да, пол зарплаты, я не знаю, но по идее. Но смотря по доходам, я тебе могу объяснить, посмотрят ваш за последний, по-моему, год или полтора доход, и потом выровняют. Ну да, там выравнивать нечего. Потому что, чтобы разводиться, надо где-то бросать работу, год посидеть без работы, а потом можно разводиться. Ах, ты знаешь, фигня. Не, работает, работает. Я просто себя на самом деле сейчас приучиваю, что это моя жена, потому что фактически на работе пытаюсь все время это говорить. Ну там, там просто. Я же ее зарегистрировал в системе этого иншуранса, по-русски как это? Страхование. Страхование как свою жену. Вот, поэтому она получает все бенефиты с моей работы. Ну это да. Зубной врач, в случае я умру, ей выплатят кучу бабла. Последний раз она так наполировала пол, что я два раза чуть не ебнулся. Да серьезно, я не знаю, что она с полом сделала, но я по нему в носках катаюсь. Вот, я сегодня, она мне открыла страшный секрет. Я говорю, слушай, что ты с полом сделала? Он говорит, ну ты знаешь, у тебя там тряпочки специальные, типа, с ваксой покупаешь для машины. Я говорю, знаю. Вот, он говорит, ну я именно черно пол. Ваксы. Да. Он говорит, ну я же люблю экспериментировать, да. В большинстве случаев хорошо работает. Ну, в этот раз не очень получилось, да. Серьезно, по полу катаешься. А эта дрянь еще очень, я в машине заметил, она тоже неделями отходит. Вот, натрешь в машине, она потом неделями отходит. Я тебя жду, что через пару недель... А ты в машине-то что натираешь? Что, турбину, бобину или как она называется? Дэшбург. Внутри все натираю. Я же за машиной слежу. Вот. Ой, машина еще тоже. У меня неровная... Любимая больная мозоль? Не, у меня что-то неровные чувства. Последние две недели меня что-то так колбасит. Хочу ручную коробку передач. Ну так ты купи себе коробку ручную передач. У вас здесь с собой в бардачке. Если что, так достал, потрогал. Да. Коробка передач. Это Ольга, короче, когда еще скинула, что там, в прошлом или позапрошлом подкасте, ссылку на устройство автоматические коробки передач. Я, короче, прочитал где-то там процентов 40 этой статьи. Половина нихуя не понял. Причем я медленно читаю, пытаюсь вникнуть, о чем они говорят. Половина я не понимаю из-за этого, из-за терминологии. То есть, для меня просто там, например, теория, ну ладно, планетарный ряд. Хорошо. Это я еще понял. Это здесь называется этот планетарий, типа, гирсет или как там называется. Ну, примерно. А, например, я... Вот. Гидротрансформатор. Это я не совсем понял. Что там непонятного? Ну, потому что здесь называется торк-конвертер. Торк, по идее, это крутящий момент, если я правильно английский понимаю. Трансформатор, но, правда, гидравлический. Ну, а торк, Ваня, ты знаешь. Крутящий момент. Торк это что? Крутящий момент. Ну, вот. По-английски с перевода это получается трансформатор торк-момента. Крутящего момента. Да. А тут гидротранформатор. Я, короче, если бы в скобочках они по-английски не писали, я бы не врубился с первого раза. Вот. Я, конечно, по картинке догадался, что это такое, но... Да. Или там... Что там еще? Плита блокировки. Турбинные... Ну, там, в общем... Не знаю. Были, короче, терминологии. Я не понимаю их. Ну, короче говоря, в общем, я читал эту, читал статью. У меня так... Я понял только одно. Автоматическая коробка, она настолько сложная. Это пиздец. Потом меня, короче, паранойя прорвало. Я поехал к своему знакомому старому пердуну. Вот. Он занимается... У него целый магазин, исключительно... Блин, магазин по-русски это будет... Журнал. Не журнал. Тьфу, блин, по-английски. Шоп. Ремонтная мастерская. Дабл-перевод сработал. Да. У него, короче, ремонтная мастерская достаточно большая. Вот. И все, что он ремонтирует, это коробки передач. Он не работает ни с двигателями, ни меняет колеса. Ничего он не делает, кроме коробки передач. Вот. Мы, короче... Я к нему в пятницу как раз ездил. И что-то разговорился. Вот. Я с ним начал сраться по поводу, что мне масло надо в коробке поменять. Он говорит, да? Сколько у тебя километров? Ааа, не беспокойся. Я говорю, да нет, давай. Ну, в общем, ладно. Короче, как он мне рассказал все эти ужасы и кошмары? Вот. Типа у него новая тачка, 30 тысяч километров. Он уже с этой коробкой своей передачи в дилершип, по-моему, два раза ездил. Вот. Но я понимаю, что этот чувак, он, наверное, совсем анальный со своей коробкой, потому что он ими занимается. Поэтому, наверное, из этого дилершипа... Я думал, что я адский гонщик. Я думал, тот из них все соки выдрал. Да? Потому что, знаешь, там эти... Там же обычно это механики общего спектра, да? Там, знаешь, прикрутить это, поменять то. А этот специалист по коробкам. Попробуй ему что-нибудь докажи. Причем он старый пердун. То есть, он реально, он знает вещи. Он знает вещи. Вот. Конец. Ну, я, короче, как все эти ужасы порассказал. Я думаю, все. Бежать надо. Но сегодня я сел в машину и подумал, бля, как комфортно. Я пытаюсь разобраться с этим устройством коробки. Поэтому я пытаюсь. Ладно. Перейдем от коробок. Пердунов. К другим коробкам. Кстати, вот это тоже интересно. Про пердунов на секунду. Вы вообще о чем? Я уже полчаса пытаюсь понять, о чем вы говорите. Сейчас о пердунах. Это что? Короче, я не знаю, но я его, типа, как я его по-английски-то называю? Мафлер? Не, не. Как я к нему? Грегоуси. То ли я его называю Old Fuck или этот. Это кому так повезло? Ну, я не знаю. Я всех этих товарищей, которым уже там 50-60 называют. Офигел. Это меня скоро будешь так звать. Это еще не скоро, но не знаю. Причем мне почему-то какой-то после Джордж Карлина, мне почему-то кажется, что это нормально называть их так. Да. Карлин, блин, красавчик был. Да, я все-таки Old Fuck. Меня больше всего про планету. Ребята, планета окей, это мы, факапт. Ладно, что-то я не знаю. Наверное, обращение к старым людям, как к старой пердун, это, наверное, все-таки некрасиво, да? Старая перечница у нас есть более вежливая, но по сути то же самое. Я, конечно, в лицо ему не говорю, типа, yo, Old Fuck. Ну, неприлично все-таки, надо показать какой-то уровень уважения. Да, но за спиной я его действительно называю или Old Fard, или Old Fuck. What's up, fucker? Да. Ну, такой классный старикан, конечно, офигенный. Так, ну, возвращаюсь к новостям. Про коробку. В общем, американский сенат нас опять радует. Я что-то так и не понял, если это... Чего? Своими гениальными мыслями. Ну, гениальные мысли они уже высказали давно по поводу черного ящика в автомобилях после всего инцидента с Тойотами. С этим ускорением сраным. Наверное, ускорилась одна машина, но нация побежала за этим. Потому что этот... Я вспомнил этот эпизод этого хауза на самолете. А, да. Да, да, это та же вот такая реакция. Паника поднялась. Поверили все. Вот. Но... Массовая истерия. Вы все умрете. Потому что насальщики, насальщики, они же там все это исследовали, весь код вдоль и поперек этой стороны педали газа. Вот, Тойот. И они сказали народу, в смысле государству, вот, что типа ошибок они не нашли. Вот. Ну, как-никак. Насальщикам-то верить можно? Кому? Наса. А, Наса. Да. Насальщики. Ну, они же супер, там, знаешь, последнее слово тех. По партам с насальщиками. Да, они же все там исследовали и пришли к выводу, что ошибок нету. Ну, вот, видимо, какая-то тетка там пока на телефоне с кофе и с сигаретами и хрен знает еще с чем, нажала за место тормоза газа и понеслась, родная. А все остальные решили, ох, как удачно, экономика в жопе, пора возвращать на Тойоту. О, Вань, можно я на секунду перебью? Давай. Пока вспомнилось. У нас на работе китайка или японка, я, правда, так еще не понял, пытаюсь выяснить, но, по-моему, китайка. У них вообще общее такое, ты как у специалист скажи, или просто это ей повезло, она не выговаривает букву R в принципе. Поэтому она, когда говорит, на фрилс, она говорит там, на фрилс, блин, на рилс, блин. Я ее пытаюсь понять каждый раз, потом, блин, вот здесь буквы R не хватает, вот здесь буквы R не хватает. И у нее постоянно это R так выпадает, забавно. Это вообще общий такой или конкретно ее глюк? Ты никогда не видел эту картинку Юраф Юрус? Нет. Нет. Это вообще у них, это в прошивке у всех? Да. Значит, китайка. Забавная. Ну, на самом деле, это не китайцы, в смысле, не только китайцы, это вообще, блин, по-моему, и китайцы, и японцы. Азиатская. Да, это... Смотри, вот это все мемы пошло, по идее, от японцев. По идее. Вот. Потому что, ну, японцы, они просто за место R, они говорят L. Да. Вот. И это от них пошло. Но из личного опыта, ну, как бы тебе сказать... По крайней мере, с этой Фанни, блин, ой, ужас. Она мне такие вещи... It's really funny. Она мне такие вещи заявляла, и ты знаешь... Что же она мне один раз сказала? Короче, она что-то говорит, говорит, говорит. Я... Все, что я услышал, она рожает. Кто рожает? Ну, я же тебе говорю, она рожает. Ну, кто рожает? Ну, я же тебе... Стою, 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 у меня... Я... Я в недоумении. Такой... Так, спокойно. Там... Там какая-то ошибка. Ошибка какая-то. Что-то тут реально вообще не стыкуется. Так, подожди. Давай по словам разберем. Наспарсили. Короче, стоял там, перерабатывал где-то минут пять. Перерабатывал ее выражение. Потом дошло. Что она пыталась сказать, что... Эта девка была ее соседкой. Ага. Это, знаешь, вот именно вот не выговаривание букв... А в частности... Нейбор и Лейбор... Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ой, в тот момент было. Ну, настолько, блин... Пи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Тоже. Какое-то слово она сегодня сказала, я просто чуть не уписался, потому что без буквы «Р» это получалось такое совершенно другое слово, но это забыл сразу. А еще она что-то говорит, говорит на таком ломаном языке, а потом что-то ей самой нравится эта шутка. Она сидит, смеется, я сижу такой, как дурак. Надо, наверное, поражать, чтобы человека не обижать. Ни хрена не понял, что ты говоришь. — А я не понял, ты что, никогда не слышал, когда она на родном языке болтала? — Ну она иногда звонит во время обеда, там, не знаю, брат или дети, я не знаю, с кем он там говорит, она «ля-ля-ля-ля-ля-ля» такой болтает, но… — Ты что, ты не можешь отличить китайский от японского? — Блин, нет. — Блин. Если бы он аниме смотрел, он бы смог легко отличить. Я ж не аниматор. Я ее, знаешь, я как ее про себя называю? Я ее называю ФТО, потому что у нее это как бы местное имя, как она называется, это это Т-Х-Ю, типа вот нет. Как-то, нет, по-моему, у нее, ну, короче, как вторник, первые три буквы. Тью, вот, Тью и все. А фамилия? Они злые. Чен. Лищецин. Тью, Чен. Чен, Чен. Так, ладно, вернемся к ящикам, а? Ага. Короче, Сенат обрадовал, что к 2015 году они собираются все-таки узаконить и сделать мандиторию. Обязательно, чтобы в каждом легковом автомобиле стоял черный ящик. Ну, не только в легковом... Как гроб? Нет, как на самолетах. А он такой не черный, он оранжевый. Да. Короче, они там будут всякие эти, записывать всякие данные. Вот, там, насколько я понимаю, все это еще... А я вот еще не пойму, смотри. Всегда в новостях, вот даже вот недавно самолет разбился в России этот, который сухой Суперджет. Говорят, черный ящик, ура, мы его в конце концов нашли, теперь его везут в центр расшифровывать. Окей, то есть, есть компьютер там, или что-то, который все это записывает. Нашли ящик. Достать из него флешку и послушать, что говорили пилоты, это... Для этого что? Нужен какой-то суперсекретный протокол, чтобы это расшифровать или как? Да. Ну, там же, наверное, компрессируется очень мощно. Во-первых, а во-вторых, информации-то все-таки туда записывается очень много и, скорее всего, в этих, в кодировке, типа... Короче, с КОИ-8 надо... Кодировка железа. Типа, знаешь, ошибка номер, блин, 315 произошла вот в это время. А что такое ошибка? Ну, там же... Там, короче, и просто речь записывается, и сами логи по секунду. Да. И еще, кстати, не надо забывать, что все это должно выдерживать падение, поэтому, скорее всего, там, знаешь, все сделано, скорее всего, по-тупому, и... Ну, как бы, потому что, знаешь, все мы тут носимся с айфонами, да, и думаем, типа, как клево, возьми этот айфон и разбей землю, и вот тебе получится клево. Да ладно, разбей я землю, попробую заморозить ниже обычных температур. А, кстати, да, давай положим твой айфон в холодильник. Или просто подогрей. Да, да, да. Вот. Температуру хотя бы там 100 градусов устрой, и посмотри, как он будет замечательно работать. Да. Потому что... А потом попробуем синхронизировать что-нибудь. Стандартная электроника, допустим, она... Там в большинстве стандартной электроники идут эти запчасти, они там плюс-минус 20 процентов. Всякие резисторы и так далее. Вот и посмотрим. Ну, да, при нормальных температурах вроде работает нормально. А повысь, понизь температуру, еще чего-то там. И, пожалуйста, вот тебе работающие устройства. Поэтому вполне важно... Да, то есть там все по-другому по идее должно быть сделано, чтобы все это дело просто-напросто тупо выдерживало нагрузки. Поэтому там я не думаю, что так все просто. Ага. Вот. Запись с веб-камеры с лицом пилота. Вот это будет тупая шутка. Я знаю, что я посмеялся, но тупая шутка будет. Да, в последние секунды лицо пилота это, конечно, было бы красиво. Вот. Ну, короче говоря, скоро в машинах будут черные ящики, так что и ваши лица попадут туда. Самое забавное, что да, фикарь знает, но они в общем, если чего, то всегда могут подсоединиться к вашей машине и списать любую информацию. Конечно, они говорят... И, кстати, очень правильно. Я бы на месте некоторых ездаков действительно бы записывал, как они ездят. Ой, я тут ехал 30. Ага, 130 ты хотел сказать. Ну, в принципе, да. Но это зависит под каким контекстом они, кстати сказать, предоставят это все дело, потому что если каждый второй сможет спокойно его снимать и расшифровывать или стягивать оттуда информацию, то это, конечно, будет... О, да эти электроинженеры. Вот проблема в машинах, например, сейчас в чем? Это как я, как я, типа, сидел там, игрался с этим сканером для автомобиля. Пытался там всякие коды считывать, да. У каждого, у каждого, у каждой компании там свои коды, свои то, ты хочешь считать трансмиссию, тебе нужно такой там этот, хреновину подсенить, и ку хреновину, а это будет стандартизировано. Я уверен, что найдется хоть один какой-нибудь электроинженер, который просто по приколу это дело расшифрует, и, я уверен, что в государстве все обязательно сделают, чтобы было дешево, поэтому... Я тоже знаю одного человека, который, он, ну, он не то, чтобы, он специализируется в хакании этих, микросхем. Да. Вот, вообще. Ну, да, у него и время, и ресурсы, и желание есть, чтобы хакать всякие вот такие вещи, блин, ему ради прикола 10 штук, да, он тебе за неделю это все раскроет и предоставит на блюдечке. Да, поскольку это все будет стандартизировано во всех автомобилях, то, конечно, там можно будет, я уверен, знающие люди быстро дело раскрутят, вот, и всякие там товарищи, которые выслеживают детективы, да, и все остальные легко могут ночью подойти там, в твоей машине, открыть дверь, быстро компьютер и слил всю информацию. Где ты был, что делал, как ты ездил, ну, все. Конечно, официально все это будет недоступно, но, неофициально, блин, особенно, если туда этот ремонт-контроль еще подсоединение, блин. Ну, с другой стороны, Виктор прав, потому что мы тут или я конкретно с паранойей там страдаю, Виктор прав. 99% людей берут машины и спокойно едут на работу, друзья, к родственникам, там, не знаю. Я честно говорю, если у меня когда-то будет машина, пускай у меня там со всех сторон смотрят датчиками, записывают в видеообзоры и камеры, как я езжу, я буду строго. Положено ехать 50, я буду ехать 45, ну, или как. Все, пускай там бибикают, пускай там меня ненавидят и всякие эти хейтеры сзади бикают, там, типа, ускоряйся. Хрен вам. Вот положено здесь ехать 40, значит, буду ехать 40. И убейтесь там все кругом. И убиваются. Ну ты убиваешься и пускай. Я помню, меня одна бабка вывела, блин, из себя. Вот я с тобой еще ехал. Я еще троллфейс наклею себе на лицо. Да. Это был один момент в моей жизни, когда у меня бабка просто реально в такую какашку. Короче, обычно вот бабки по Виндзору ездят, ездят за этой страной бабкой. И вот она в зоне 50, ей 40. Ну, обычно сидишь и бесишься. Правда, после того, как я перешел на автоматическую коробку, мне уж так по барабану, я музыку врубаюсь и лежу в постели. Вот, но, но, по сути, меня так... И тут одна бабка попалась. И едет она. Там, где нужно ехать 50, она едет 20. О, классно. я ее по стричке обогнал и давай 10 ехать. Помни, я с тобой, Ваня, ехал. Кем-то я ехал. Не помню. Ну, конечно, дурак я, потому что чуть-чуть с этой бабки возьмешь, но... Такие, конечно, клиенты... Нашел кому доказывать, я вас умоляю. Да я знаю, знаю, тоже потом. Просто, знаешь, момент такой был, момент. Я тоже один раз прикольнулся над одним этим чумбриком. Мы с Лехой катили, короче, что-то там где-то километров 70 от этого, от Витмара было. Мы к одной бабке ехали, типа, ей там дом ремонтировать. И катер, вот этот чумбр, там, знаешь, разрешено там ехать 120, да? И он едет свои, блин, 90, блин. Вот, ну, и едет, и едет. Ну, короче, так получилось, что там трак ехал, именно он довольно-таки медленно ехал, вот, и у меня так вышло, что получилось его придурка обогнать. И, короче, его обгоняю, наравне с траком встаю, и мы катим где-то, ну, не знаю, километров 80 в час на хайве. И там этот, тракер сначала смотрит, смотрит, типа, на нас, вы че, идиоты, что ли? Че вы тут сидите? А потом, смотрю, голову высовывает, смотрит назад. А, ну, ну, давай, еще сбавил скорость, и мы, короче, вот так вот ехали, минут 10, едем, таки, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он ни тут, ни там не пролез. Ну да, там две полосы, с одной стороны трак, а с другой стороны я. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Выбежь, выбежь вот такие люди. Вот. Короче, этот придурок... Это мы любим. Этот придурок, я под конец так обгоняю трак, перед траком стою в правую полосу, он как мотанул, блин, 140, наверное, блин, потому что я прибавил скорость где-то 120, я его догнать, ну, совершенно не мог, там он вообще, блин, испарялся с виду так быстро. В принципе, все правильно. А че подслушиватель наш, хоть пусть нам в чат что-нибудь пишет. Он слушает. Интерактивчик, а то как-то... Зачем? Ты че? Мы же говорили, если хотите подключаться, слушать... Да, и в чат пишите, мы же об этом говорили. Серьезно? Да. Пишут. Они же вообще просят запустить им сервер, на котором они смогут трепаться в тот момент, когда мы им вещаем. Ну вот, когда у нас скайп переполнится от подслушивателей... Трещание будет ломиться полным-полна коробушка от подслушивателей наших. Так. Следующая новость. Я, в принципе, видел, говорят, что в следующем MacBook'е, и судя из этой новости, что в следующем MacBook'е Air будет этот, Retina Display. Так а че, MacBook'и еще будут выпускать? А, извиняюсь, MacBook Pro, MacBook Pro, извините. Нет, в смысле, вообще, в Mac'е после, че, после ухода Стиви, ничего не оставит? А шо, и сразу в этот? Будут? Ну шо, распродать залежи, и пока. Да нет. Goodbye, пользователь. Рано. Рано еще. Ну че-то, че-то я так посмотрел, и подумал, точно не покупаю новый компьютер, пока Retina Display не выйдет. Да. Я один раз этот... А че за Retina Display? А он высокого разрешения. Высокая щелоткость, и там супер-мегапиксели на каждой дюйм. Угу. Там совсем хорошо. Я видел один раз. Реально. Зря это монитор. А ты че, на четвертый iPhone ни разу не дрочил, что ли? Я? Я... Ваня. А. Нет. Он так говорит, как будто ни разу не видел. Да. Я как-то не обращал внимания, на самом деле. Хорошие. Хорошо они сделали. Хорошо. Че б там не говорили, конечно. Ну че ж мне тогда со своим старым... Небось, таких дисплеев в Retina еще долго асеры не будут выпускать. Серьезно? Да. Они со своими мелкобуками огребут сейчас по полной. В особенности, если Apple опустят цену, они огребут. Apple опустят цену? Ну я же в том подкасте говорил, что они собираются вроде как. Отдел фантастики на втором этаже. Ну посмотри... Ты знаешь, мелкобук за тысячу баксов с Retina дисплеем, да, с учетом того, что подобные асеры на 300 долларов дешевле. Не. Агребут. Так, ладно. Наверное, одна из самых веселых новостей этого подкаста. Я тут новости смотрел, я эту статью не читал, тут я посмотрел новости о этой статье. В Миссисипи, вот, полиция или, я не знаю, кто это объявил. Миссисипи, это река такая. И штат. А, понятно. Вот, в Америке. Короче, по новостям объявили, что если вас на дороге останавливает мент, звоните в полицию. Отлично. Я знаю. Это супер. Так расписаться в своих способностях. Да. Короче, они в новостях говорят, они, короче, у них там было две жертвы. которые пристрелили их на одной и той же трассе, только в разное время. Эксперты посмотрели и сделали заключение, что скорее всего пристрелил какой-то маньяк, который, видимо, выглядит как коп. Потому что машины в исправности, никакой причины останавливаться там нету. Вот. И, да. А в Америке, если кто не знает, вот, достать ментовскую машину это без проблем. Вот. У меня бывший одноклассник это ездил, у него дома три стояло. Старые ментовские машины, но только он их перекрасил. Практически ничего не снимал, кроме как этих мигалот. Вот. У даже этот фонарик этот их не остался. И вот на этом разъезжал. Да. Здесь даже по трассе едешь вокруг Детройта, смотришь, едет Гран-Виктория с фонарями. Думаешь, менты проезжает мимо какой-то чувак. Да, какой-то черный. Да, без проблем. Издевается супер. Нет, в Америке купить ментовскую машину это без проблем. Если вы хотите побольше креатива и правдоподобности, то купите этот, краску и перекрасьте только без надписи полиции и все. Да? То есть выглядит офигенно. Купить вообще без проблем. И самое забавное в новости, они типа говорят останавливайтесь в хорошо освещенных и многолюдных местах. Блин, я что-то так подумал, посмотрел. Вот весело, значит, едешь ты, мент тебя пытается остановить. Допустим, реально. А ты гонишь до ближайшего фонаря. Ага. Это вообще весело. Останавливайся. Хуе, пока не доеду до города и не остановлюсь. Ага, я знаю. И само главное по трассе. Вот. И вот и получается. А потом тебе, типа, ты не остановился. Вот тебе счет, вот тебе, типа, приходи в суд. Нормально. Не, ну, погоди. У нас, по-моему, тоже, то ли в России вообще, то ли в Волгограде в частности, было такое, что, когда на дорогах останавливали вот эти поддельные менты и грабили, они прям выпустили сами менты распоряжения, что запрещается останавливаться на этих самых, если вас останавливают менты, кроме как на стационарных пунктах, ну, это не в городе, конечно, а за пределами города. То есть, на трассе менты пофиг, проехал, менты будут только на стационарных пунктах. Они сами об этом объявили, и поэтому уже все нормально, без проблем. Ну, в Америке такого нету. В Америке нету, как и в Канаде, нету стационарных пунктов, да, там этих. Да, такого дела тут. Поэтому здесь они могут... Ну, я вам в Канаде не представляю, чтобы кто-то под видом канадской полиции остановил тебя. Тут, по-моему, ребята так землю взроют, что дело чести. Не, ну, Америка это немного другое. Ну, Америка, не, Канада все-таки в этом плане пожестче. Тут дело чести все-таки есть. Ну, да, плюс. Не знаю, чтобы в Канаде не говорил, уже от Атвора СМП не придурки работают. Не, населения мало в Канаде. Давай увеличивать срочно. Не знаю, как, но можно что-нибудь придумать. Так, второй прикол недели. В принципе, я хотел над этим постебаться, но потом я подумал, подумал, что, возможно, не стоит. Майкрософт удалит все то, что они называют теперь блот-уэр вашего писюка всего за 99 долларов. Так, объясним. Для тех, кто танки, да, и живет в благополучной стране, когда вы идете в магазин и покупаете новый компьютер, он приходит вам с кучей говна, потому что вы же за нее заплатили, правильно? Ну да, у меня на компьютере как раз так и есть. Я, наверное, штук 8 программ снес до нормального состояния. Мне интересно, если в России такое происходит. Да, в России тебе просто с левого диска поставят и ходят до угла. Лава тебе, господи, хоть там нормально устанавливают. Вот. Короче говоря, теперь, если ты хочешь получить систему, которая, типа, чистая, новый компьютер с чистой системой, без всякого софта, который потом с тебя будет просить деньги, который хреновый, полурабочий, в общем, ну, всякого говна, который они рекламу в основном лепят вместе с новым компьютером, то ты можешь заплатить Майкрософту 100 долларов и они тебе это все дело поставят систему с нуля. Я не знаю, если они с нуля оставят, но они тебе ее вычистят и сделают так, как надо. Вот так вот, люди. Как вам такое? А? Вообще потрясающе, вообще на самом деле просто потрясающе. Ну, бизнес, разувай лохов. Я знаю, что, я знаю, что, типа, Майкрософт субсидирует Windows таким образом при покупке вот этого вот. То есть, ну, как можно купить себе какой-нибудь компьютер? Там, Виктор, ты за 300 долларов купил, сколько там заплатил? Нет, я заплатил побольше, потому что меня, ну, я монитор отдельно, я бы купил, а так, в принципе, компьютер. Ну, ладно, ты, короче, не типичный. Не, 400 или 500, но где-то так. Да, дорого. Ну, как вот, например, можно купить машину, да, в магазине? За 300 баксов, вместе с монитором, колонками, мышкой, всяким остальным говном, который с писяком идет. Вот. Если только Windows стоит 150. Да. Но там железо плохое. Да мне все равно. Я смотрел, потому что там, ну, неважно, смотришь, это встроенное, это встроенное, памяти не хватает, процессор там какой-то с урезанным кэшем, еще с чем-то, посмотрел по железу, да, по железу, но где-то так и стоит. Разве что Windows подарок дали. Вот, вот именно, разве что Windows подарок дали. И вот, и эта винда, по сути, она субсидируется вот этими всякими левыми программами, которые приходят тебе вместе с Windows. Пусть в покупке нового компьютера, после того, как ты все это подсоединил, или к тебе приехали товарищи, все подсоединили и поставили, тебе еще нужно, типа, с ними жить или платить другим товарищам, чтобы они тебя убрали. Слава Богу, моя красота теперь вышла и сказала, что за дополнительные 100 долларов они это все дело уберут. Я, я, я все понимаю, ну, как ни почему. Ну, кроме нас платить не надо. Ну, как ни по-человечески? Вот, вот, серьезно. Я, я все понимаю, ну, как это, как это ни по-человечески? Почему ни по-человечески? Это просто, это нормальное бизнес-решение. Я, я знаю, что это нормальное бизнес-решение, ты мне можешь сейчас лекцию закатить о том, как это нормально. Я понимаю, что это нормальное бизнес-решение, но это ни по-человечески. Когда я покупаю новый компьютер, я ожидаю нормальную операционную систему. Ты пришел, она чистая. Ну, хотя бы Linux, да. Чистая, не голая. Нормальная операционная система. Чтобы ты не залогинился и... О, у меня стоит офис. Нажал, заплати. Не понял. Они что делают? Они просто предоставляют все эти продукты. В частности, очень много компьютеров приходят с антивирусом, который только активирован на месяц, на два, на три, неважно. Вот. Потом 30-дневным офисом он приходит еще там с кучей программ, которые в принципе некоторые программы даже и нормальные, но там просто типа trial стоит. Да, да, да. Не знаю. А все остальные это скажем так, покупаешь HP компьютер, ну там HP Care и все такое. О, да. Вот. И вот у тебя там закончилась там, блин, я не знаю, краска в принтере. Да, у вас закончилась краска в принтере. Кликните сюда, чтобы купить еще. Вот. И продают они по своим же естественным целым. То, что там 50 долларов за картридж. На этом они и зарабатывают. В принципе, поэтому эти компьютеры такие дешевые. Не знаю, не понимаю я этого все дела. Мне кажется, это хорошо, блин. Хочешь ты чистую версию Windows? 100 баксов. Ну, хорошо. Да. Это, кстати, просто сервис, чтобы тебя очистили. То есть, если ты потом придется тебе с юдюка систему заново поднимать... А они что, не присылают тебе чистые с юдюк? Нет. Еще 100 баксов. Да. Гениально. Молодцы. Притащите свой письюк в Microsoft Store, заплатите этот 99 долларов, а они вам установят чистую копию Windows. Насколько я понимаю, тебе Windows за 100 баксов не дадут. Я не знаю. Все равно. Я уж не знаю. Ладно. Но главное, что счастье есть. Теперь для тех незнающих людей, которых не знают, что им нужна чистая система, теперь смогут люди в Microsoft объяснить, что после того, как они купили свой компьютер за энное количество денег, им еще надо раскошелиться на 100 долларов, чтобы им поставили нормальную операционную систему заново. Правильно. Очень правильно. А еще называется вот и поржали над Аполом. Все понимаю. Они типа там систему каждый год выпускают. Некоторые говорят это сервис паки, шмаки. По крайней мере не 100 долларов за чистую операционную систему. Она сразу чисто идет. Ладно. Разные бизнес-подходы. Так. Следующая новость, которая привыка мое внимание. оказывается не так давно пиратская бухлая слегла больше, чем на день от дидос атаки. Судя по всему, по-моему, ее дидосили анонимусы. По-саму я не могу. Да. А ты читал? Нет. Я просто походу. Ну, в общем, да. Короче говоря, пираты рявкнули в сторону типа что же они сказали. что они короче говоря они не верят типа в путь насилия а-ля заедосим всех кого мы не любим. типа там виза все такое, да. Вот. И после чего анонимусы на них видимо скрысились и решили сейчас я открою. Извини. Привычка все время нажимать. Вот. И решили короче заедосить. Нормально. А за что вообще интересно? Ну, потому что пираты сказали знаю, что типа это ненормально. Если ты с кем-то не согласен типа его дедосить. Ну, выносить с интернета. Затыкать рот. Терроризм. Другими словами. Вот. Что это нехорошо. Вот они с крыси. Я вообще конечно никогда особо не был большим поклонником анонимусов. Мне всегда казалось это смотри задедосит. Да мне по барабану пусть они дедосит ради бога. Что они задедосит? Мой сайт да ради бога. Блять тоже на нем все равно нихрена нет. О. Поэтому подход что-то неправильно. Вообще было бы здорово кто из наших слушателей отличается знаниями истории. Прошу не гнать без повода. Мне интересно когда терроризм вообще работал. Я что-то не знаю. Я не особо хорошо знаком с историей поэтому я не могу вспомнить когда терроризм работал. И вообще если терроризм можно назвать партизанством. По-моему нет. Ну это так. Виктор партизанство и терроризм ведь ничего общего не имеет. Партизанство и терроризм да терроризм партизан у них есть несколько общих моментов в плане нанесения ударов но опять же например партизаны никогда бы например немецких детей не стали расстреливать для того чтобы стало страшно тому же фюреру а террористам ну они мосты под откос пускали только с оборудованием и солдатами заведомо известных партизанство это как бы война когда враг оккупирует твою территорию и ты его выбиваешь обратно с территории а терроризм это в принципе все таки да терроризм это другое ты можешь его проводить на чужой территории и ты можешь быть на неправости понимаешь партизанство это по сути это правое движение то есть оно основано на благих предпосылках я бы не называл на благих но защите своей собственности грубо говоря почему не на благих не просто я продираюсь просто к самому слову благое я придирка к слову благое я понимаю защищаешь свою местность не ладно давай не благое скажем наше дело правое вот так пусть убийство и разрушение это конечно не благое дело но это может быть правое ну пусть ну да в общем суть до дела в общем я пока что не дошел до той стадии своей жизни когда я я бы считал что терроризмом в жизни можно чего-то добиться ну конечно можно добиться там смерти ненависти ну каких-то таких изменений что-то я не могу ни вспомнить ни догадаться ни придумать нет в самом деле не работает а кстати терроризм может работать чтобы да чтобы именно направить ненависть на какую-то определенную там группу другими словами другими словами если мне допустим не нравится сейчас джихадики я пойду переоденусь как один из них расстреляю кого-нибудь и скроешь вот и сделать это так сделать так несколько раз вот пожалуйста это терроризм да тяжелая картинка что-то так не понял ну ладно так в общем не знаю жалко мне пиратиков но все равно они там вроде обратно к тому момент как я статью увидел и зашел на их сайт понял что уже пролетело ну а на нимусы пусть там конечно бегают что они вообще на бухту хотят ну как понимаешь обидели их понимаешь в жизни человека каждого человека исключением женщины есть мне кажется женщина как раз на это не особо реагирует есть такое понятие как это так ты ты типа опровергаешь мою философию жизни я тебе сейчас докажу что я прав да-да-да-да-да достигается как можно догадаться разными способами вот ну вот вот пожалуйста как это эти сказали чуваки что значит это плохо терроризм в смысле это бомбить сайты всяких там знаешь визы мастеркарты как это так не депп пепало вот ну что можно сказать наступили им на мозоль ихние философии жизни вот ребята подумали вот на самом деле на самом деле мне кажется все все эти анонимусы я так слышал немного немножко чуть-чуть совсем читал вот но по сути там стадо баранов бегающих которые там там есть несколько людей да которые ведут весь этот партизанский или террористический отряд какие-то русло походу там всякие кучи скрипкидис и безмозглых идиотов которые просто-напросто да им достигать то надо массы определенной чтобы забомбить сайты может быть там у них есть этот ботнет может быть у них нету вот они по сути этим и занимаются насколько я знаю ботнет на самом деле не такой же дорогой возможно я думаю у них без без оплаты ботнета как бы знаешь достаточно достаточно людей некоторые поддерживают их мнение некоторым просто хочется знаешь побыть правыми побыть какими-нибудь блять там этими как я называю как их зовут там рубин гудами да мы там против коммунизма социализма там еще чем-нибудь да не важно да главное показать направление бежать туда никакого там вопроса правильно ли это знаешь хочется им побыть д'артаньян отпущай вот просто знаешь ладно мысли в комментариях есть у кого есть так что пишите так последняя новость которую присобачил лося сбит да канадская мотоавтотуристка в смысле драйвер в смысле водитель которая ехала на работу протаранила или сбила лося вот машина в полную какашку снег в бушку попадет ни хрена не помнит и приехала вся разбитая с чем-то сломанным на работу вот машина меня вообще поразило как она не убила вот откройте там статью люди увидите насколько раскорячена эта машина половина крыши нет вот в общем да ей потом уже типа показали что она истекает кровью машина разбита вот так вот сбила лося отшибла бошку и она просто-напросто каким-то образом не помня ни хрена доехала до работы она не может вспомнить что произошло единственное нашли мертвого лося на дороге ооо зомбоящик работает пусть вам хоть пол черепа отшибет на работу появитесь ну я знаю но все-таки прикольно меня удивило конечно вообще живая осталась я ты знаешь ей повезло ей просто повезло я вообще не представляю если в мою машину ловь попал этот подкаст бы уже не записывался не знаю может рогами бы столкнули ты по-моему каждый день в свою машину попадаешь и ничего да не знаю не знаю он работает из дома да местами я работаю из дома полной недели из дома полной недели я с товарищем езжу раз я паузом прощую машину на силу в штаты гонять ну нафига да если мы все равно туда едем вдвоем на работу нахрена мне ехать на своей машине смысл правильно планету надо спасать да да тем более бензин дорогой бензин меня не очень беспокоит москве что мотаться так сидишь пьешь кофе тебя везут нормально вот и машина сам управлять водитель до работы пожалуйста да все нормально вообще в общем да грандиозная авария до сих пор воображение только и туда-сюда я понял люди заводите женщин будет вам машина его автопилотом а да кстати тоже очень удобно моя девушка меня возит о а вот и девушка спрашивает до приехать конечно приезжаю забирай меня вези меня домой тема закончена подошло к концу сейчас я вернусь а вы пока проанализируйте подкаст и подумайте что что вы можете сделать к 300 а в баре дочери интересны не у меня есть интересная идея вот давай видео подкаст сделать давай попробую не ну да это так вообще там же все конечно замечательно но я не знаю сколько людей реально как бы себе представляют а тут такой раз и шок у а вот мы какие а на 3031 подкаст ни одного прослушивателя а чё реально будет прикольно уйдем шиком сделать видео подкаст все красиво покажем себя меру а может и добавится цель мечут пока я ходил в туалет долбанула одна идея согласны я не знаю чего сказали хочу согласно на 300 сделать видео подкаст одно мнение уже есть ура у нас уже есть плюс один да и можно еще действительно какую-нибудь железяку разыграть я даже могу проспонсировать да да айпад я потом и выиграю давай какой-нибудь давай видео может быть не айпад и я буду участвовать можем айпод разыграть плеер чё почему бы и нет нет давай видео карту я буду участвовать я думаю вопрос какой потом разыгрывать всегда у меня с этим проблемы ну давай потом чисто по комментариям что не знаю к 299 подкасту должны люди оставить какое-нибудь там ключевое слово все кто оставили ключевое слово в 299 подкасте мы озвучиваем это слово где-нибудь в середине внезапно прямо без всяких предупреждений вот это слово нужно будет в комментариях указать а дальше все кто указал мы переписнули плюс-минус время мы переписываем всех кто участвует потом этот самый ролл от одного до количества участников и все интересно ну как тип идея я знаю с этими с иванлайн там пацаны делали короче конкурс такой интересный они на форуме выставляли типа старые фильмы которые как бы хорошие фильмы но они мало известны вот и они там типа выставляли это там короче этот типа голосование на это дело ну немножко это конечно чересчур но что-то в этом духе типа старые забытые фильмы там выставлять или еще что-то в этом духе мы можем даже лучше сделать можно к трехсотому подкасту там в трехсотом сделать объявить время когда мы будем записываться объявите наш скайп на котором мы будем записываться и пускай люди звонят поздравляют и прочее а среди поздравивших каждый кто поучаствовал уже в случайном порядке там первый второй приз ну или там по симпатиям что самое что уже дальше люди проголосуют что допустим вот там Вася позвонил ему там пятерку с плюсом и все отранжируем и за самое лучшее поздравление о слушай звонки в студию да ну только звонки реверсивные будут человек будет писать скайп позвони мне и все ну или по-моему можно будет дозвониться я точно не знаю как эта механика работает нет немножко трики ну да ну не волнуйтесь ну зато смотри как клево будет о и видео да в прямом эфире в видео блин побриться придется с видео я конечно вашу идею убью это точно вы представляете 3 часа видео сидя мы сидим с вами я буду стоять зачем сидеть блин нафиг блин пусть потемкин можно сделать предварительный подкаст допустим 299 там бис или какой-нибудь такой там буквально 10 минут видео подкаста а трехсотый сделать традиционный я просто не понимаю что записывать морду лица мне вот только не хватает еще в интернете больше светится твои жирные рожи но я не знаю что ты меня так смотришь я не знаю что записывать морду лица мы сидим мы говорим я держу в руке пиво иногда беру сигарету зажигаю сигарета пиво сигарета пиво пиво сигарета кофе тогда чешешь яйца это бывает зачем им видеть все послушатели должны все знать про тебя не почему иногда очень интересно посмотреть выражение лица человека когда он что-то рассказывает как твой энтузиазм как бы по этому поводу или допустим иногда ты как бы ничего не говоришь но при этом у тебя выражение лица меняется настолько что понятно что что ты имел в виду я предлагаю что выражение лица меняется на морду лица и всем понятно о чем ты я предлагаю чтобы какой-нибудь человек добрался на самое высокое в городе здание и повесил флаг канадского лося о у нас есть флаг отлично пусть напишет там нарисует эх ладно посмотрим я не знаю как это все организовать кто это должен организовывать серьезно потому что у меня что-то не так на этой неделе у меня немножечко у меня я тоже болел да ты болел кто этим собирается собирается организовывать что-то делать я на самом деле болел и все еще болею не прикидывайся это ты и прикидываешься ах вы люди вы меня просто я всю ночь не мог спать во вторник вы меня просто не мог а не хотел просто убиваете как конкурс да кто-нибудь организовывать а я пошел да мне спать пора кто за дела посмотрим а сколько у нас еще подкастов осталось что где-то три недели а еще до хрена времени посмотрим ну да конечно без проблем у меня мысли никаких на трехсоте подкаст поэтому я не знаю там стрипкод что-то в комментариях мутят по типу давайте сбрасываться я не знаю кто куда сбрасывается в общем можете дальше продолжать сбрасываться но пока что я особо не знаю куда что идет и зачем вот ну да а тогда надо чтобы кто-то дело все организовал и как бы мне не хотелось но я это не ну мы всегда можем как бы перечислить всякие там типа историю нашего подкаста да мы знаем историю нашего подкаста конечно где мы записывали а вот и вся история нашего подкаста у меня у тебя на скамейке перед универом перед этим как он называет харвис один раз записывались в эту блин маленький этот паб да сэндвич и этот имел да там сидели сэндвич имел сэндвич имел да не знаю надо как-то организоваться люди поэтому давайте проявляйте инициативу можно вот такой исторический ну не знаю надо подумать конечно пишите люди по желаниям и по вашим желаниям исполним по мере возможности ради бога у меня никакого видео я не уверен если делать видео то надо что-то толковое делать а не сидеть вон тут Ваня курит и прижигает свои волосы на ногах сигаретой вы хотите это видеть? вы серьезно хотите это видеть? спорим мы наберем как минимум 10 ответов да мы хотим это видеть да этого я и боюсь я могу еще лучше я знаю ты можешь еще на яйцах прижигать волосы сигареты в то время как пьешь пиво и играешь в Варкрафт я знаю да остался уточнить у кого не у меня это точно о на благое дело Жень ну еще у меня там волосы были я бы еще согласился вернусь возьмите один для команды лааа Ладно ну в общем да надо как-то самоорганизоваться на меня сильно не рассчитывайте серьезно у меня я-ка все понимаю хорошо на твое лицо можно рассчитывать на мое лицо тем более не разрешил звучит как-то не означает слушай Виктор, надо скинуться на маску чёрт делаем с этими с кошачьими ушками и ну последнюю идею перед тем как мы закроем этот подкаст кинуть идею не кинуть но это не относится никакому 300 подкасту ты из туалета шел подумал нахрен и тут меня озарил у меня эта идея в голове уже долго сидела просто я понял что у меня нету ни времени не средств чтобы сейчас осуществлять вот я подумал что если кто-нибудь из наших послушивателей может это сделать вот в принципе было бы здорово возможно показал показал бы прототип прислал бы мне поигрался может может быть чем-то задал вышла вот я давно хотел сделать покупкой новой машины мне давал покоя уже вот сделать небольшого маленького робота который катается по металлической части автомобиля вот мой полирует вот в принципе чисто теоретически чисто теоретически я думаю это довольно таки легко сделать чисто теоретически вот у меня не было ни времени ни желания этим заниматься поэтому я не знаю что у нас есть кто какие-нибудь ребята которые увлекаются электрикой или просто на я сам инженер типа на тему то в принципе пишите я могу поделиться идеями потому что у тебя мысли в туалете были только что нет я об этом давно уже думал я просто ваня об этом рассказывал ну ваня все поебать поэтому просто а мне как ними да я я просто думал сам этим заняться сейчас в последнее время там другим снимают поэтому не я подумал бросить людям если кому-то реально интересный кто хочет сделать в принципе я могу немного помочь нам решить проблемы да реши проблем как определяет границы маски да вот это вот это небольшая проблема хотя по моему я не граница полировал полировая полируемой мне кажется там не так сложно конечно у меня есть мысли я просто не буду в открытую диктовать мысли есть мысли есть у меня вся мысли вот это так он на затравку там любит diy инженерить еще такое так что так ладно дорогие мои моя жена уже пути вот это значит мне пора допивать пиво чтобы она не приедет опять ну и ладно тогда пошел я от вас в наше время мне уже пора спать конечно спать завтра мне на работу да я тебя увижу в онлайне да я опять ругаться не сегодня женой а перед подкастом немножко поцапались не смысле на самом деле она сама не цапалась я снится а вот у тебя нога на педали нет это просто я опаздывал я думал что в эту бравада нас будет ждать поэтому я быстрее 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 ты еще написал в смс-ку призвал сигарет нету я думаю блять и так опаздываю сейчас она подумает что знаешь там мы не будем писать уйдет в такое вот из-за этого потому что там да я я как ты старался ты знаешь я я и так выбрал самую быструю лошадь с работы там у нас два чувака ехали в канаду вода и так выбрал самый короткий путь но приехал на самой быстрой повозки дать вам приехал поздно поэтому поэтому я и да ладно мы чё запоздали буквально 15 минут на какая 15 за такое время ваня увольняют людей не уволен еще не вечер вот поэтому так вот сейчас будет до пью пиво все будет по барабану скажи дорогая я тебя люблю и включи музыку из джорди бёрди кстати музыка до из джорди бёрди завтра у меня короткий день как я и сказал ему сумму менеджеру я воскресенье отработавшие часов но если получится меньше ну что ж поделать это не поделаешь а селя ве пола половина на ранее типа на работе записывайте что вы делаем что вы делаете да типа вы работаете все равно уходим уходим лиц работы два часа 13 минут почесал яйца не в этом дело понимаешь они они типа тупо получается а у тебя из беден и перерыв значит ты не работаешь да потому что мы в машине едем и проект обсуждаем это не работаем нет 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 то что мы об этом думаем то что мы это обсуждаем то что мы над этим работаем в машине за обедом это не работ потому что вот так вот постановил наш департнер у нас полисе такая чё ты в ней не бил деньги не может совещание устраивать нет это же обед это перерыв мы не должны работать во время перерыва и потому что такая у нас политика поле саграни тогда не бери перерыв нельзя его нужно брать обязан это по политике компании это закон но хорошо значит сначала у тебя совещание в ресторане а потом у тебя перерыв бил правильно но это же часы не зачитаются не такая типа я на работу еду там с владом и мы обсуждаем проект но это же время не считается нет не дай бог ты пошел там отлить в туалет а ну это сразу для тоже не рабочее время вот придурок этот мразматик блин дебил начальник начальника вот и все тут вот тут вот у него можете ржать или плакать чего хотите такой вот и получается что на самом деле ты работаешь намного больше часов чем ты записываешь на не работаешь 8 я не работаю 8 часов я работу больше 8 часов а потом не устраивают хуйню типа на тему о воскресенье да как это ну подумаешь ты переработал подумаешь ты просрал все воскресенье за место обещанного полдня подумаешь да ну переработать пошли нахуй вектор перестань печатать серьезно серьезно такое ощущение что блин по этот по корыту я вообще спать собрался уходить ладно 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 всем всего хорошего идите спать слева недели не беспокойтесь боссы уходят приходят потом матраву сыпят в еду все будет нормально вы не переживайте да пожалуйста еще раз напомню на юбилейный выпуск у кого-то идея пожалуйста постите я переболею скоро да 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 конечно прочитаю и может может даже заставлю женю в я сейчас убью у всех настроение в жопу кто дослушал да на самом деле я вам убью на стороне обоим как ведущим я знаю что когда когда вам на руку вы всегда говорите что вы ведущая когда он не на руку вы говорите что вы типа а ну мы типа тут типа тусуемся на самом деле так я не говорю я в гостях я вообще как девок кадриток сразу у нас тут подкаст есть да я ведущий в подкасте никогда не говорил что я ведущий эти поэтому сразу предлагал давай сделаем наш совместный подкаст а так я в гостях я тебе уже предлагал между прочим емейл у тебя висит ждем предложение от тебя все ждем уже третью неделю это вообще красиво ладно это мы потом обсудим потому что желательно через емейл обсуждать чтобы все были в курсе с этим очень красиво получилось окей ладно пошел я пить лекарство и ложиться спать выздоравливай ну суть до дела давайте принимайте участие я не могу на себе все тащить серьезно я принимал участие в трехсотом подкасте надо что-то сделать интересно в конце концов я конечно у меня есть запасной план я просто трехсотый не выпущу как и двухсотый вот распишу всякую хуйню которую я наговорил полу галлюциозном состоянии у меня будет лежать до скончания века на компьютере никто об этом не услышит да да люди двухсотый подкаст существует я не знаю если это правда или легенда об этом никто не узнает вот сука одного пальца продал у меня глицогенный двухсотый подкаст просто немереный меня хорошо распорно хорошо под конец у меня закончились медикаменты но поначалу перла во все дыры просто вообще а вот жалко меня там не да хорошо что там не было оттуда живым не вышел вот но да запасной вариант всегда есть трехсотый подкаст просто не выйдет сразу будет 301 а потом запишу как обычно собственные мысли под глюциогенами глюканы фу блин короче вы поняли вот он опять никогда не выйдет возможно потом пущу на распродажу на самом деле мне немного страшно это много говорил 200 подкаст там кошмар как же ты еврея не знаю был бы у нас нормальный аудиомонтировщик там намонтировал бы какую-нибудь рекламку нам еще монтировщик который с монтировкой ходит пусть монтировкой мне все главное чтобы смонтировал я хотел бы давно такую прикольную рекламу где просто выдрать из разных подкастов всякие выражения вот и слепить опыт какую-нибудь дурацкую заезженную техно музыку вот там в особенности хотелось бы в этого услышать где ваня оретом путун сакс что он путун сакс никто не знает но мы все догадываемся вот да и всякие другие прошу нас по-моему на протяжении всего подкаста много таких да блипов было конечно достаточно так последнее но я приношу свои извинения как принимающим участием ваня и виктору и приношу извинения подслушателям я не хочу чтобы также импутуру афутуру чего это ваня должен приносить извинения я чё а я тут причем но политика этого подкаста я не редактирую подкаст поэтому все что мы наплели в подкасте да там такие подурачились по-по-по-по-по-по-по-погалдели да это как бы или у вас есть чувство юмора или вам путун что могу сказать чай чай чуть чуть не понимает шуток да и знаешь я абсолютно согласен кстати я кстати не против насчет того чтобы диму при при собачить пожалуйста напишите кто хочет официально этим заняться то есть поддерживать связь с димой и организовать это дело серьезно говорю не вешайте все на меня меня серьезно я на этой неделе так в комментариях торчал и следил за ними другими делами занимался поэтому давайте люди активнее активнее так да сейчас теперь даже придется на это в комментариях ну ты знаешь был люди хотят видеть своих лидеров ты понимаешь вот как как не банально что мы здесь сидим этом подкасте и хуйню плетем налево и направо да и пытаемся своим тупым юмором развлекать людей но люди да это вы стараетесь своим тупым юмором развлекать людей а ты своим умным пусть но люди люди хотят видеть своих героев да ну ладно сделал фотографию своего героя у меня пока 16 уровня вот поэтому конечно людям приятно когда чего-нибудь там выходит виктор или баня господи красивую душу бездушную вот выходит там что-нибудь скажут или смайлик при собачке я пытаюсь поддерживать просто что мы смотрим мы смотрим просто сделаю из этого подкаст подкаста там блин 2 фурчан нафиг уже не является вторым фурчан ты иногда хоть комментарии заглядывать я иногда заглядываю я лишь понимаю что это не на английском фурчан на русском вполне пойдет хорошо так вот дать я вернусь и этот извини я очень-очень извиняюсь перед всеми вами потому что по идее подкаст должен был быть три часа мы палку перегнули так пошло всем хорошо поэтому я извиняюсь за преданные ожидания но некоторые будут довольны я знаю что нет не сильно волнуйся я просто хотел все-таки надо надо норму держать я знаю я в этот раз не проживал чересчур хорошо было кстати пиво хорошее 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 пиво да ладно счастья вам здоровья и помните апокалипсиса не будет он уже был затем давай славо про шедший вас весной ура да здравствуйте лето и хота какой в том säger лета Вы мне скажите, как кнопку жать. А то вы всегда потом подкасты гоните. Чё ты на кнопку нажал? Всё, не могу я больше, давай. Жми! Всё. Всё, всё. Мун. Субтитры сделал DimaTorzok